Гоголевское чтение. Читает Любомир Богоявленский. Вей. Часть четвертая. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерить, Шептунь с Жинкою, скончивши вечерю, легли спать, а так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке. Или нет, Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе. И не на лавке, а на полу легла, Шепчиха. Подхватила баба, стоя у порога и подпер широкою щепку. Дорож поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее, и немного помолчав, сказал. «Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет». Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи. Дорож продолжал. А в люльке, висевшей с тидихаты, лежала годовое дича, не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака, и воет так, хоть и из хаты беги. Она испугалась, ибо баба бы такой глупый народ, что высунь ней под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, а вось либо перестанет выть. И взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да при том, пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, это бы еще ничего. Но вот вещь и обстоятельства, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала, «Ох, Лышенька!» Да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак. Сидит и дрожит глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак. Кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже шептон поутру вытащил оттуда свою женку, всю искосанную и посиневшую. На другой день и умерла глупая баба. Так вот, такие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панского по мету, да все, когда ведьма, то ведьма. После такого рассказа дураш самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемой. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты. У другого украла шапку или трубку. У многих девок на селе отрезала косу. У других выпила по несколько ведер крови. Наконец, вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора. — А ну, пан Хама, теперь и нам пора идти к покойнице, — сказал седой казак, обратившись к философу. И все четверо, в том числе Спирит и Дорож, отправились в церковь, стягая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя доброю кружкой у горелки, чувствовал тайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть. Место становилось обнаженнее. Они вступили, наконец, за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца, и открывалось одно пустое поле, да поглощенные ночным мраком луга. Три казака взошли вместе с хамою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились перед темными образами, свет от них освещал только иконостас, и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолото в одном месте опало, в другом вовсе почернело. Лики святых, совершенно потевневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз осмотрелся. «Что ж», — сказал он, «чего тут бояться? Человек прийти сюда не может. А от мертвецов и выходцев из того света «Есть у меня молитвы такие, что, как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут». «Ничего», — повторил он, махнув рукою, «будем читать». Подходя к Крылосу, увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо», — подумал философ. «Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что в охране Божьем не можно люльки выкурить». И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их немало. И скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели у грюмей из старинных резных рам, кое-где смеркавших по золотой. Он подошел ко гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог зажмурить, несколько вздрогнувши своих глаз. «Такая страшная». «Сверкающая красота!» Он отворился и хотел отойти, но по старинному любопытству, по странному, поперечивающему себя чувству, не оставляющему человека особенно во время страха. Он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее. И потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо! И философу казалось, как будто бы она глядит на него с закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покачилась слеза. И когда она остановилась на щехе, то он разъяснил ясно, что это была капля крови. Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Однако, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. Слышался он густым басом без эха. И потому ему так дико казалось это. «Чего бояться?» Думал он между тем сам про себя. «Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за казак, когда бы устрашился!» Но выпил лишнее, оттого и показывается страшно. А понюхать табаку, эх, добрый табак, славный табак, хороший табак. Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб. Невольно чувство, казалось, шептало ему. «Вот, вот встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба!» Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лилит целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей. Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос. «Что, если подымется, если встанет она?» Но гроб не шелохнулся. Хотя бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск. Какой-нибудь отдаленной свечи или слабый стихохлопнувший звук восковой капли, падающей на пол. Но если подымется... Она приподняла голову. Он дико выглянул и протер глаза, но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, бесперестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил около себя круг, с усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умершей. Хама не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна, она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но не видя ничего с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерша руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать хаму, наконец остановилась, погрозила пальцем и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это честное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него синий, позеленевший, но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою. Сердце у философа билось и подкатился градом, но, ободренный петущим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался. Присовокупил кое-к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка. Но однако же о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал. Да, были всякие чудеса. Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он лежал с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону. После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение. Перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся пощедворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кегли, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигрывавший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, вылезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. Другой раз погонщик подставлял свою спину, и дорож, скачивши на нее, всегда говорил «Экай здоровенный пык». У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки. Даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или спирида, хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь сидела в его голове. За вечерей сколько не старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распространившуюся по небу. «А ну, пора нам, пан Бурсак», сказал ему знакомый седой казак, подымаясь с места вместо с дорожем. «Пойдем на работу». Кому опять таким же самым образом отвели в церковь. Опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви. «Что же», произнес он, «теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно». «Да, оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно». Он поспешно стал накрылась, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и упилил на него мертвые позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся и холод чувствительно пробежал по всем его жилам, потупив очи в книгу. Стал он читать громче свои молитвы и заклятия и слышал, как вдруг опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосившись слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он. И, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворщать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. Хрипло всхрипывали они, как колокатанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Пилос в страхе понял, что она творила заклинания. Ветер пошел по церкви от слов и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали звизгом когтями по железу, и как несметная сила громила в двери и хачела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце. Зажмурив глаза, взочитал он заклятие и молитвы. Наконец, вдруг, что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. изнуренный философ остановился и отдохнул дух. Вошедшие сменить философа нашли его едва живо. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его казаков. Его почти вывели и должны были поддерживать повсю дорогу. Пришедший на панский двор, он встряхнулся и вел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове свои волосы и сказал, «Много на свете всякой дряни водится, а страхи такие случаются. Но при этом философ махнул рукою, собравшись возле него кружок, потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала в праве уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот. В это время проходила мимо его, не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку, или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого. «Здравствуйте, хама!» сказала она, увидев философа. «Ай-ай-ай! Что это с тобою?» скричала она, всплеснув руками. «Как что, глупая баба!» «Ах, боже мой! Да ты весь посидел!» «Эхе-хе!» «Да он правду говорит!» произнес спирит, всматривая с него пристально. «Ты точно посидел, как наш старый явтух!» Философ, услышавши это, побежал опрометю в кухню, где он наметил прилепленный к стене опачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки и даже грильянда из нагидах, показавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов. Половина волос его точно побелела! Повесил голову хамабрут и предался размышлению. «Пойду к пану», сказал он наконец, «расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать, пусть отправляет меня сейчас в Киев». В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома. Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице. Та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и до ныне. Щеки его опали, только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи, или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность. Здравствуй, небоже, произнес он, увидев хому, остановившегося с шапкой в руках у дверей. Что? Как идет у тебя? Все благополучно. Благополучно то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и уплетывай, куда ноги несут. Как так? Да ваша пандочка, по здравому рассуждению, она, конечно, испанского роду. В том никто не станет прикословить, только не во гнев будь сказано. Упокой Бог ее душу. Что же дочка припустила к себе сатану? Такие страхи задает, что никакое писание не учитывается. Читай, читай, она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление. Власть ваша, пан, ей богу, неумоготу. Читай, читай, продолжал тем же увещевательным голосом сотник. Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя. Да какие бы ни были награды. Как ты себе хош, пан, а я не буду читать, произнес хама решительно. Слушай, философ, сказал сотник, и голос его сделал сокрепок и грозен. Я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей борсе, а у меня не так. Я уже как одеро, так не то, что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные кончуки? Как не знать, сказал философ, понизив голос. Всякому известно, что такое кожаные кончуки, при большом количестве вещ нестерпная. Да, только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить, сказал сотник грозно, подымаясь на ноги и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. У меня прежде выпарят, потом спрыснут горелкою, а после опять ступай, ступай, исправляй свое дело, не исправишь, не встанешь, а исправишь тысяча червонных. Ого-го, да это хват, подумал философ, выходя, с этим нечего шутить. Стой, стой, приятель, я так навострю лыжи, что ты своими собаками не угонишься за мною и хама положил непременно бежать.